привет друзья вы снова на канале трейд мастер для вас сегодня новый видеоролик мы поговорим о карточках в once to watch расскажу вам как они работают и также покажу вам тенденции как они можно трейдить и зарабатывать монеты нравится контент ребята всегда поддерживаем ролик лайком если на канале впервые оформляем подписку на канал приятного просмотра спонсор этого видеоролика конечно же как обычно папа карло мой надежный партнер с которым мы работаем уже много лет занимается покупкой продажи монет так что друзья если вам это дело интересно пожалуйста обращайтесь ссылка будет в описании первые это у нас доход атмосферов он поднялся уже выше 5 миллионов игра только вышла получается вчера глобальный релиз а мы уже пробили пятерку если в монетах это порядка 3 миллиона чистыми я потерял много монет именно на карточках информов я пробовал разные тенденции и вы знаете в этом году они сильно отличаются также насчет контента корона который сейчас игре у нас вышло задание на камовингу вот такая вот интересная карточка я сразу же подумал что once to watch карта альбы может быть неплохим тоже своего рода вложением потому что люди будут линковать цвета что похожие и условно а лава может также дгустануть после того как люди выполнят камовингу и поставить у себя в клуб состав дальше следующее чем хочу поговорить это с бача на неделе у нас была сборочка на того же шакире который перешел в ли он и вторая сборка трое звучит это у нас андреас силово 83 рейтинг и сыграно с 80 напомню еще раз 83 рейтинг на данную секунду игре стоит копейки стоит минимальную стоимость вот так что такая вот сборка кто фанат бундеслиг кто играет бундеслигой я думаю андреас силово он чувак забивной он авантрафте много забивал так что проблема в том что он получит в будущем upgrade я даже не вижу он по-любому этого сможет достичь насчет продаж я буду их объяснять почему они так произошли почему именно так а не иначе но все таки я продажу свои покажу за ночь я заработал много монет бензима там продавался буквально за 70 тысяч 75 взял 1 за 72 продал за 82 jesus и были диапазоне 125-128 зацепил пару карточек по 122 также некоторые карточки 125 вот и они ушли чуть-чуть выше да тоже на вас по тридцатки взял взял много аллоп до 43 тысяч и он уже продал судя по 47 продал на хайпе есть хороший метод как зарабатывать именно в первый день промо покупая карточки раном утром по москве где-то в диапазоне возможно 6 7 утра и потом перепродажа уже до 20 0 100 процентов нужно эти карт выйти чтобы заработать как-нибудь всегда это не работает но если вам интересен полный гайд по этому поводу я вам ссылку оставлю в описании именно на этот метод я его нашел еще фифа 19 и от этого времени до сегодня мы этим способом заработком нет пользуемся или фифа 20 не важно а тот же грилеш брал до 43 продался за 49 50 филиппе андерсон очень сильно просил друзья мне сегодня утром был 16 17 тысяч 17 тысяч за такую карту я продал за 20 взял прибыль соответственно я возможно выйду в эти карточки снова но пока что я беру прибыль потому что когда я вижу выходит 20 0 любые паки любые сборки market просто умирает похоже на то что у людей просто денег нету и они если что-то поймали и сразу же скидывают плюс плюс сыплет усыплет ну кому-то сыплет кому-то не сыплет но из большой просадки с процента просадки я вижу что supply именно вот количество карт который в паках он огромный дальше у нас закарья он проседал утром до 45 46 я закупился максимум до 45 тысяч продал за 52 и наверное лучшее вложение вчерашнего утра точнее сегодняшнего утра у меня это вчерашние ночи потому что 7 часов разница между москвой и нью-йорком я покупал эти карты где-то может 12 в 11 вечера дает вашему времени в 6 7 утра вот я брал упомекану до 100 тысяч 100 некоторые карточки я взял там до 100 5 большинство карт именно 100 тысяч продал по 130 125 вы можете увидеть это примерно на карточке ну среднем 20 чистой прибыли то есть это очень хорошая прибыль это же тест он был по 14 и малин я брал до 30 он подался за 39 на хайпе ребята еще раз если вы вкладываете деньги в карточку которая играет условно маленький сегодня играл он ничего не сделал я вам советую скидывать до матча чтобы не случилось если вы за матчем следите другое дело онлайн не смотрите малень забивает вы вы первые кто сказать на мече ну и на мече но первые кто на вложении вы сразу же можете заинвестировать по цене и он выстрелит и сразу в ту секунду можно продать другим инвесторам но чтобы ждать и рассчитывать на какой-то performance от него не стоит ну и трейджу немножко на тех же роната санчесах беру с тенью там по 16 17 продаю по 20 как вы знаете кто смотрел мой последний ролик тут понимает чем давайте поговорим о ванство watch промо в целом какие карточки туда попадают каким образом они получают апгрейды то есть повышается в рейтинге я знаю многие из вас тоже алды фифа алды канала они в курсе но есть новая аудитория которая интересна также у нас новая система выхода этих карт в паках это для олдов будет полезно и дополнительный апгрейд которым стоит мне вам рассказать вот какие же игроки попадают в промо ванство watch это игроки которые сменили клуб в летние межсезонье это большие трансферы как но игроки которые за которыми следить весь мир в каком случае они получают апгрейд когда игрок попадает в команду недель то есть на выступает на выходных хорошо и лучшие перформансы выходных получается попадают нас в среду в новую команду недели соответственно с ростом карточки то есть информа апгрейд получает и карта ванство больше они становятся одного рейтинга единственный нюанс например условно скажем малин играет на страйкере но он заборусь и сыграл справа получите оформил хитрик дубль получил вошел в команду недели в среду и у нас он на позиции права получили как один форм но на карточке вас творишь позиции остается страйкера соответственно эта карточка будет всегда иметь больше спроса я помню ситуацию баба когда он получил на правом фланге информа это было фифа не помню 18 что ли когда он перешел только в псж но его карточка вас творишь было на страйкере и она ценилась в разы больше само собой он живой но именно позиция страйкера она была более так сказать интересные люди вот так что позиции на вас творишь остается неважно какой позиции получил информ игрок дальше у нас нововведение сразу же в этом вам расскажу а я не сказал до конца также кроме ван с карточки информа игрок может получить апгрейд если он получает карту игрока матча игроки матча они в паках выходит уже ближе к февралю когда начинается и на плей-оп уже верхняя часть там четвертьфиналы полуфиналы кубка там кубка стран в испании кубок англии в этом роде когда эти уже карточки оранжевые чаще всего не выходят такие фанта и называют вот и здесь также не указано что игрок получает апгрейд если он попадает в команду групповой этапа лиги чемпионов команду плей-офф лиги чемпионов лиги европы где-то не указано но я знаю она так всегда работала и теперь нововведение игрок получает один дополнительный апгрейд если его команда побеждает в пяти матчах из десяти внутреннего чемпионата только внутреннего не включая условно у нас еврокубки не включая у нас кубковые встречи только внутренний чемпионат и апгрейд начинает считаться с 1 октября условно мы получили команду первую тот же малин его команда побеждает сегодня у него уже один за счетом за защита да у него осталось 9 матчей на то чтобы его команда добилась всего лишь 4 победы и он уже себе гарантирует апгрейд это очень хорошо для защитников которые не имеют шансов особо себя проявить условно в реале есть тот же алаба он возможно не часто будет забивать возможно он не получит никогда информа но он все равно получит апгрейд потому что я уверен что реал мадрид в десяти встречах чемпионата ну 5 побед добудет но это понятно то же самое касается упомекану баварии ну вы понимаете о чем я говорю вот дальше система как все это будет выходить у нас сейчас получается первая команда в случае в паках с 1 октября до 8 октября и также у нас с 3 октября с воскресенья в паке приходит еще дополнительных три игрока ван сту watch у нас получается будет две команды по 20 получается от у нас 28 игроков в сумме 28 до 11 плюс 3 это у нас будет 14 и 11 плюс 3 это 14 28 это то что паках должно быть вот и плюс в том что вот эта команда эта команда 2 мини команду ли 3 игрока они в паках будут всего лишь пять дней это хорошо они будут более редкими и инвестиция в них будет более интересны дальше 1 2 команда с 8 по 13 число и с 10 по 13 число мини команда номер два это также очень здорово потому что смотрите сколько времени в паках эти в паках 5 дней а эти в паках три дня то есть вторая команда вот это мини команда они будут пока всего лишь три дня они будут такие редкие что просто капец если вы взяли ультимет издание и у вас есть гарантированно в ван сту watch карточка вот есть таблица который вам показывает в какой момент пока что может падать условно с 1 по 3 октября это только эти девять игроков ван сту watch которые у нас доступны пока как сейчас дальше если 3 по 8 это у нас будет вся первая команда учитывая эти три дополнительных игрока такая же история дублируется с командой 2 с 8 по 10 число у нас всего лишь будет 29 игроков доступных с команды 2 дальше с 10 по 13 полностью вся команда 2 и вот стрена именно 13 числа и дальше у нас в паке гарантированно уже будет присутствует две команды то есть если вы хотите попытать свою удачу поймать или месси или роналдо которые у нас в одну команду не вошли то у вас будет такая возможность после 13 октября этот пак взорвать вот и также вот то что можно выделить команда 1 и команда 2 одновременно в паках падать не будут это официальная информация то есть они будут отдельно теперь давайте поговорим о трейде как зарабатывать монеты в этой игре используя карточки в инсту watch если перейти вот мой дискорд мы покупали того же грилеша за 42 продавали за 50 дальше у нас был малин 29 покупка 30 покупка 39 продажа и вот последний герой по макана сотня покупка 125 130 продажа я немножко даже пропустил момент продажи он был 135 по моменте моменте но я в это время спал теперь если вы посмотрите на тоже малина то он стоит 26 тысяч почему потому что сегодня дортман выиграл аузберга аузберга 2 1 и если честно я вот смотрю на выступление у нас малин играл но и поменяли на 72 минуте он получил даже очень хорошую оценку 7 и 8 но так сказать не отличился ни голом не говорили в результате передачи и соответственно из-за этого он был заинвестирован люди начали скидывать потому что он ничего не сегодня показал и он упал в цене какой же вывод нужно покупать эти карточки когда идет большое огромное открытие паков огромные и они проседаются нет условно прошлый раз до 30-ка не просели мы закупили и до матча на хайпе мы его скинули неважно как сыграя дортмунд мы берем прибыль нам все равно и теперь он упал в цене соответственно уже хайпа нету сейчас у нас через пару минут снова штыки 20 0 промо паке очередные и будет снова просадка как же эти знания можно применить в будущем вот условно у нас здесь тоже а лаба у нас есть гриль лишь когда у нас играет эти ребята так они играют условно завтра у нас помекан играет против фрайбурга также у нас завтра у нас супер матч у нас ребята супер матч завтра это играет сити против ливерпуля это будет интересно это будет очень интересно 11 до 30 там по нью-йорке это получается 18-30 по москве хорошо наведу вам пример вот гриль лишь который сейчас просел мы его скидывали по 50000 он сейчас 42 во время скрытия паков также скорее всего ночью и там рано утро по москве эти карточки могут еще больше просесть потому что маркет не будет активный будете просадка но перед матчем с ливерпулем я все-таки думаю народ может покупать велич условно если он сегодня время 5 пока посадит просадить ниже сам 40 39 я не знаю как низко он пойдет это невозможно предугадать я обращу на него внимание и завтра перед матчем я его скину понимаете вы можете оставить одну карточку как ставки да и верить в то что гривишь там что сделает в этом матче но лично я всегда отдаю предпочтение взять гарантированные прибыль и двигаться дальше такая же история может 30 любых этих чуваков вот у нас есть ситуация с роналду он стоит выше трешки ничего ничего не показал упал цене ворон стоил около 700 тысяч ничего не показал упал цене так это работает понимаете то есть карточки эти будут расти на хайпе перед матчем и после матча если ничего не сделают они будут падать но случае мы смотрим футбол там реалы видел играть испанелом на выезде у нас алба там пробивает пенальти он забивает условно это там пенальти бензима у тебя бывает и там алба штрафной забивает или там с углового он что-то забивает я не знаю и он может в уменьте сильно вырасти вы следите обязательно я думаю все эти карточки которые имеют завтра матчи они будут подниматься в цене именно от просадка которая сегодня произведет а просадка сегодня будет дальше еще одна тема которая вас интересует что насчет золотых карточек стоит ли инвестировать золотые карточки в не паки вот у нас алба яркий пример 7 и 8 7 и 8 друзья мои смотрите кайта на и он упал если мы посмотрим как он был вчера он стоил вчера 13000 13 тысяч он стоил на хайпе перед тем как он идет не паки на просадке на был 7 и 4 из карточка сильно обрушилась почему потому что он переинвестированные ребята сильно переинвестированы карта дальше если мы смотрим условно ну не знаю маленьким дешевый вот другой вариант тот же упомекану где он вот здесь золотая карточка упомекану вот он у нас пум смотрите на него он вырос он 28 получается он не был настолько сильно переинвестированы как алабо то есть алабо все входили упомекану нет потому что почему в алабо все входили дело в том что все понимали сто процентов что он получит карточку выставать потому что он даже на превью где и спорт официальный сайт он как главный трансфер не главный трансфер он как знаете представитель вас . промо можно сказать так то есть они него сделали обложкой вас творишь промо и люди знали что окей он здесь не паке надо будет инвестировать а упомекану наоборот который вот стоил там 20 20 тысяч на просадке не он не ожидал он попал первую команду и он сразу же выстрел натуральным путем и он двигался вверх хотя вчера его тоже колбасит ведь его колбасит сильно его колбасит вверх-вниз даже он ушел в не паке вот здесь да но все равно упал в цене потому что паника глобальная началась и он упал если пойти же мой дискорд как мы как я работаю лично покажу как я с этими карточками работаем так вот алабо у нас да вот алабо мы выбрали за 9 и 7 за 10 максимум и вот по 13 500 ушел почему то есть я получается новость там не новость а слух услышал что он завтра будет в команде да я его закупил дал закуп люди закупили соответственно он попал в эту команду все бум выстрелил да то же самая история с какими то есть тоже прошел слух что окей он может быть в команде завтра по 140 набрали послушать 60 скинули взяли прибыль то есть именно так я не ждал ухода в не паке я просто брал прибыль когда она я видел твоя на не нравилось уже по мекану вот 20 тысяч мы набрали его он у нас получается в четверг еще люди узнали что окей там и спорт слила картинку что он будет команде уже завтра он вырос 27 я его продал по 27 хотя спустя там не знаю один день он уже стоил 22 23 нужно брать прибыль когда она есть не стоит особо там запариваться ждать и вне паки карточка уйдет еще какие-то нюансы нужно брать прибыль если вы ее видите от условно на старая команда вот где прогноз на твою команду на старая команда если вы увидите в какой-то момент что эти игроки сильно приседают и вывод знаете что знаете чем фишка фишка в том что у нас еще три игрока будет воскресенье если будет какой-то слив непонятный что условно у нас я не знаю скажем так бы и налду до веналду попадает в эту команду вторую первую но на выходных то есть на 5 дней до вы смотрите возможно это будет слив какой-то непонятный ну всякие бывает если вы видите что от веналду у нас сегодня просядут 9 и сегодня или завтра утром пойдет слух что он попадает он уходит вне паки уже в субботу ведь воскресенье вечером это может быть хорошим вложением да в плане того чтобы и скинуть но надо узнать кто же попадет это сложно предугадать видите он продолжать падать он же 20000 если сегодня говорю он падает грани 9 или еще ниже вот и завтра он попадает в команду так это медь мини партию 2 команды он может там набрать еще с от 2000 это может быть для вас вошли в него получается на слуху скинули на новости забыли этой карточки и все двигайтесь дальше и трейдите держать карточку вечность и надеяться на то что она будет расти over the time со временем сложно потому что это предупредить невозможно на этом у меня все ребята надеюсь ролик понравился надеюсь ролик был вам полезен если да лайк подписка если новые комментарии если есть вопросы пока